приветствую зрители гости подписчики канала управляемся я решил записать видеоролик посвященный такой теме как ответы на вопросы зрителей в комментариях много вопросов пишут спрашивают и я решил ответить сейчас несколько вопросов лошади пускай так бегает а я буду отвечать был такой вопрос будем ли мы продавать барсика и жасминку ну как бы я отвечу на этот вопрос так что многие со мной владельцы лошадей согласятся что невыгодно продавать не выгодно продавать маленьких жеребят ну потому что дорого ты их не продашь вот а когда им исполняется полтора года когда мы их уже продаем вот это один такой вопрос жасминка ко мне постоянно бежит ищет у меня защиты вот потом был еще такой вопрос в комментариях который я запомнил это но видимо я так понял его задавали городской житель может быть совсем молодая какая-то девушка пишет писала что типа кошмар караул лошадям же так холодно зимой нет им не холодно они себя чувствуют хорошо хорошо себя чувствует только те лошади которые адаптированы к этим климатическим условиям у которых порода подходит вот потому что есть такие породы лошадей которые не годятся для табунного содержания в наших можно сказать сибирских климатических условиях это вот породы такие как например английская скаковая или верховая она называется рысистые породы русский рысак орловский рысак вот такие породы не годятся у них тонкие длинные ноги идет теплоотдача у них сильная и они шерсть у них шерсть недостаточно густая они в общем мерзнут у нас ходила в табуне раньше одна такая лошадь и и и лихорадка колотун такой она вся тряслась дрожала и в декабре она уже сильно худела а такие породы как русский тяжеловоз башкирская порода лошадей вот лошади породы жабы и другие якутская лошадь у них шерсть зимой очень густая теплая и они спокойно переносят морозы в якутии так он смотришь там вообще морозы сильные до минус 50 доходят вот я сейчас это загнать теперь как-то ну-ка на место заходи что-то они раздурковались ребят все на место давай заходи я вчера вот так закрыл это жеребе жеребчик ребенок выстрел потом все спрашивали часто вопросы сдают какой породы у нас жеребец малыш я уже отвечал на этот вопрос ну еще раз отвечу прям конкретной породы у него нету что вот он конкретно такой-то породы вот у него налито разная кровь и от орловского рысака и владимирский тяжеловоз и башкирская порода вот и кустанайская порода вот и вот такой вот коктейль получился и такой вот он жеребец холодно сегодня мороз у нас с утра было 36 днем весь день простояла 29 еще завтра один день мороз давай-давай побегай еще давай побегать это вот потом значит многие говорили почему вы не пускаете малыша в табун чтобы он давал потомство мы его пускаем в табун раньше пускали а сейчас не пускаем но некоторые кобылки которые дочки от суффикса рождаются я никогда уже приходит в охоту мы их в общем ловим на веревку и выводим малыша и малыш их покрывает этих кобылок вот я вам там показывал там есть жеребчик ликер например ликер он сын малыша и внук суффикса вот как бы мы следим тоже за этим внимательно не допускаем близкородственных скрещиваем вот так что такие дела что еще нужно сказать вот ну вы конечно в комментариях можете задавать вопросы по возможности я буду отвечать на них так что касается вообще по продаже лошадей ну я продал уже в этом году всех жеребчиков я их продаю в возрасте полтора года ну вот получается им до весной по два уже исполнилось в этом возрасте мы их уже продаем вот и ну как бы кобылок мы пока не продаем ну будем конечно продавать но попозже сейчас пока не продаем ничего такого вот он сейчас покатается так на снегу он выбрал себе такое местечко хорошенькое удобненькое покатается они вообще кайфуют от этого конкретно о шикарное видео получается ух обязательно надо выпускать и чтоб лошади разминались это очень необходимо для них это своего рода физкультура разминка вот они застаиваются что-то на этой клетке я знаете вообще считаю так ну конечно очень хорошо когда следят за породистыми лошадьми чтоб лошади были породистые такие все ну я считаю бывают такие полукровки например я видел жеребца помесь орловского рысака и владимирского рысака то есть кобыла была породы владимирский тяжеловоз а жеребец был старотипной орловской породы и это был такой взрослый красивый жеребенок вырос супер просто супер супер красавчик был хватит немножко побегал поразминался он сам залетел уже туда вот поэтому смотря кто для каких целей преследует приобрести лошадь обязательно ночью где-то примерно в час ночи приду опять поить лошадей вот потому что когда стоят на улице морозы такие сильные надо ночью поить чтоб не было коликов у них побегал размялся бразилия нос свой высовывать сюда но размялся все у него сейчас будет хорошенько работать пищеварение все вот так вот ну все спасибо за внимание всем пока подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик возможно завтра или послезавтра я опять поеду туда в табун вот наверно завтра поеду потому что позвонил соседнего села табунщик у него одной лошади в табуне не хватает он на машине съездил посмотрел по трассе везде и увидел что его табун переходил в одном месте и наш табун переходил ну в общем предположительно лошади могли перехлестнуться и типа его лошадь оказалась у меня в табуне предположительно так вот поэтому завтра может быть мне придется поехать посмотрим какие дела ну ладно все